Добрый день, дорогие коллеги. Интеграция современных библиотек вызвана общими задачами, проблемами и направлениями деятельности. Вузовские библиотеки – это универсальный информационный центр с оперативным получением нужной информации, обеспечивающий образовательные, научно-исследовательские процессы, ядро электронного хранилища научных, методических и образовательных ресурсов, в библиотеке из ГАУ широко используются электронные ресурсы, открыт электронный доступ к научным журналам, и уже 10 лет студенты, преподаватели пользуются полнотекстовыми базами данных диссертаций, научно-электронной библиотекой, коллекциями «Эльзивир» и коллекциями «Проквест». Для создания электронной библиотеки университета был приобретен программно-аппаратный комплекс фирмы «Ксерекс», роботизированный сканер «Киртес» для массового сканирования и обработки, и система «Декушер» для организации электронного хранилища и доступа к документам. В корпоративной сети университета уже открыт доступ к полнотексту электронной библиотеки, и она включает следующие коллекции. Почему их так немного? Потому что необходимость соблюдать авторские права, она у всех у нас. Это диссертации из ГАУ, защищенные диссертации сотрудников университета, это учебные издания, учебники, учебные пособия, коллекция авиации, куда входит тематическая подборка. Куда входят тематические коллекции, по авиации, это и коллекция летательной аппараты, справочные карты по загрубежным самолетам и вертолетам ЦАГи. Формирование полнотекстовой электронной библиотеки было начато в этом году, но на 1 июня объем библиотеки уже составил более 600 полнотекстовых ресурсов и постоянно пополняется. Но новые условия рождают новые проблемы. С большим трудом идет обновление учебного процесса. Вузовским библиотекам это знакомо из-за недостаточного финансирования. Удорожание книг, их мало тиражности. Ухудшается качество поставляемой литературы. Отсутствие ее по вновь открываемым специальностям тоже большая проблема. И в том числе приобретение доступа к электронным библиотечным системам. Эти проблемы необходимо решать вместе, чтобы убудила библиотеку СГАУ выступить с предложением об объединении усилий библиотек в оцифровке документов и подписке на электронные ресурсы, чтобы выйти на региональный уровень интеграции библиотечного сервиса. У нас это получилось как бы снизу наверх. Инициатива снизу наверх. То есть от библиотекарей поступила инициатива в Совет ректоров. И как первый этап интеграции Совет ректоров вузов Самарской области принял решение через ассоциацию вузов Самарский региональный национально-образовательный комплекс провести подписку на 2013 год. Консолидированное приобретение мировых ресурсов позволило в 1,8 раза снизить затраты на информационное сопровождение, во всяком случае в нашем вузе. В коллективную подписку вошли базы Freedom Collection Эльзивир, Скопус Эльзивир, диссертации про квест. Так как на сегодня очень важным является возможность расчета индекса цитирования и его наукометрического значения, как показатели результативности научной деятельности и ученых, и научных коллективов, кроме Скопус мы выделили и базу данных Web of Science. Но университеты наши, Самарские, как-то нерешительно отреагировали из-за высокой ее, видимо, стоимости. Поэтому мы включили эту подписку в индивидуальную, чему очень рады. В мае уже был проведен семинар у нас применения показателей цитирования при проведении научных исследований и оценке их результатов. Этот семинар получил положительный отклик среди сотрудников и студентов университета. Итак, нами был проведен такой простой расчет. Вариант при подписке только одного вуза, опять же, например, нашего, нам бы обошлось подписаться на одну коллекцию Элизивир, это наша любимая коллекция, на которую мы на протяжении, вот, как я сказала, 10 лет подписываемся, это коллекция инженерит, нам бы обошелся почти в 2 миллиона. На базу данных Скопус в 1,2 миллиона рублей. Подписка же через консорциум, если учитывать, что 5 вузов от Самары приняли участие, вот, вы видите, обошлась для всех вузов 12 миллионов с лишним, на Скопус в 2,5 миллиона. То есть, если посчитать, то на 5 вузов, каждый из 5 вузов должен был затратить по 5,5, чуть больше миллиона. Но при условии, что он подписывается не на одну коллекцию, а на 23 коллекции издательства Элизивир и плюс база данных Скопус. Кроме того, стоимость годовой подписки полнотекстовых баз данных зарубежных диссертаций про квест составил на 3 уже университета, тоже мы здесь собрали вот такую консолидированную подписку, 492 тысячи 200 рублей. Результат превзошел все наши ожидания, наши расчеты. Подписка через ассоциацию обошлась нашему университету вот в 4 миллиона 825 тысяч рублей. Другой пример интеграции. Не так давно мы собирались в своей областной научной библиотеке в Самаре. В этом году была организована встреча с представителем БИПКОМа, где предполагалось объединиться на базе информационной технологии контексту. Причем не просто интегрировать собственные ресурсы, а с соблюдением авторских прав, выплаты авторам вознаграждения, с возможностью подписки на различные коллекции других участников проекта. И сегодня, вот, пожалуйста, это уже национальный цифровой ресурс РУКОНТ, межотраслевая научная библиотека. Здесь размещен цифровой контент различного рода, книги, периодические издания, отдельные статьи. Мы, Самарские библиотеки, представлены в РУКОНТе классическим университетом и нашим аэрокосмическим университетом. Причем для своих пользователей мы отобрали коллекцию еще в 135 учебных пособий, помимо того, что там представлена наша коллекция 372 электронных изданий. И наши преподаватели-сотрудники, авторы, уже имеют возможность получать отчисления от использования этой коллекции пользователями РУКОНТ. То есть РУКОНТ дает возможность формировать коллекции, рекламировать и продавать собственные издания. Сейчас каждый ВУЗ решает непростую проблему выбора ЭБС, электронно-библиотечных систем. Особенно ВУЗ с многопрофильной подготовкой студентов, такой как СГАУ и многие технические ВУЗы. Всем предоставляются тестовые доступы к ряду наиболее известных электронных библиотечных систем. Это такие ресурсы, как iBooks, книгафонд, IP AirBooks, электронно-библиотечная система, ЛАНИ, университетская книга онлайн, библиотеха, РУКОНТ и так далее. Многими ВУЗами отмечено, что высокая стоимость доступа, несоответствие тематики изданий профилю ВУЗа, ограничение срока подписки на все электронно-библиотечные системы, это один год, после чего архив у вас не сохраняется, то есть после завершения контракта в библиотеках, можно сказать, не остается ничего. Это является большим недостатком данного ресурса. И держателям, и пользователям, мы считаем, следует подумать, как использовать и здесь принцип коллективной подписки на электронные библиотечные системы. Наш университет подписался в этом году, но просто нам так повезло, поскольку мы научно-исследовательские, в этом году было выделено более 12 миллионов на электронные ресурсы. Мы подписались сразу на 4 электронные библиотечные системы, но в основном-то всем нам приходится экономить. Очень интересное предложение библиотек было недавно разослано пользователям одноименной электронной библиотечной системы реализовать различные модели создания межвузовской электронной библиотечной системы на основе объединенного фонда собственных оцифрованных учебных и учебно-методических пособий вузов. Благодаря единому формату ресурсов в среде и уникальной системы перераспределения ссылок совокупный фонд собственных и приобретаемых в ЭБС материалов становится доступным его пользователям на персональном доминном имени электронной библиотечной системы в едином каталоге с единым поисковым окном. Создать единую межвузскую электронную библиотечную систему, опять же, при поддержке той же нашей ассоциации Самары, в которой каждый вуз разместит свой собственный контент и который бесплатно будет получать доступ в другие вузы, это, так сказать, наша задача сейчас и мечта. Не могу не отметить электронную библиотечную систему издательства «Лань». С ними очень комфортно работать, сложились хорошие традиции совместной работы. Мы планируем сейчас и на их платформе разместить учебные пособия своих преподавателей. И надо сказать, что стали разрабатываться условия совместной работы. Издательство «Инфра-М» также предлагает, используя доступ к электронной библиотечной системе знаний, на которую мы тоже подписаны, обмениться коллекциями трудов сотрудников с профильными вузами. Новый пример интеграции, который давно витал в воздухе. Почему давно? Потому что я неоднократно слышала, как директор нашей библиотеки и директора библиотеки Уфимского авиационного университета, говорили о том, что неплохо бы нам что-то создать подобие Марса, только вот аэрокосмического профиля. Даже не то, что неплохо, а просто нам этого не хватает. И вот, пожалуйста, новый проект. Это консорциум аэрокосмических вузов России, куда вошли МАИ, УГАТ, УЗГАУ, Балтийский государственный технический университет, Рыбинский государственный национальный технический университет, Сибирский государственный аэрокосмический университет и Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения. В этом проекте планируется создание электронной базы учебно-методических комплексов и их обмен по аэрокосмическим специальностям, создание УМО по аспирантуре по профилирующим в аэрокосмических вузах специальностям, организация совместной электронной библиотеки учебников и учебных пособий, приобретение и совместное использование дорогостоящих лицензионных программных продуктов, организация дистанционного образования на основе единого программного обеспечения и много других направлений деятельности общих для наших вузов. Еще один яркий пример интеграции библиотек – проект МБА «РБИКОН». В нашем проекте есть сильные, есть слабые участники, но все нужны. И каждая организация имеет своих подписчиков, своих пользователей. Каждая библиотека ставит свои задачи реализовать максимальное удовлетворение информационных потребностей пользователей. Мы считаем, что есть много возможностей для того, чтобы продолжить эту интеграцию. Совместной деятельностью здесь может быть и создание электронных библиотек различного направления, и организация виртуальных выставок и культурных мероприятий, и ведение совместных блоков, и даже предоставление информации через сайты друг друга. И, возможно, я во всяком случае очень надеюсь, что с этой конференции какие-то новые идеи, и благодаря вам новые мысли какие-то именно под знаком интеграции тоже увезу к себе. Интеграцию современных библиотек в виртуальное пространство мы понимаем как создание и развитие собственных уникальных ресурсов, привлечение к процессу различных учреждений культуры региона, укрепление взаимосвязей между библиотеками, расширение тематической сферы и поиск новых форм работы с пользователями электронных ресурсов. Вы, наверное, заметили или обязательно заметите, что красной нитью вот этой конференции проходят интеграции и корпоративные проекты. И, положа руку на сердце, скажу, что вот когда я думала, о чем в этот раз сделать доклад, потому что он вроде бы уже говорит о том, что сколько участников, пользователей проекта МБА, который уже, в общем-то, настолько слаженный рабочий механизм, уже как бы даже не нуждается в этом, решила, а почему бы не сказать вот о том, что буквально сделано вот только вот за эти полгода нового. И поэтому мы приглашаем вас к сотрудничеству всех. И мне кажется, что на этой конференции, вполне в недрах этой конференции, вполне может родиться еще какой-нибудь новый проект или что-нибудь мы тут интегрируем. А почему бы нет? Ведь когда-то в недрах Липкома родился Марс, да, 13 лет назад, а потом, я вот как сейчас помню, буквально следом родился и проект, на тот момент называвшийся ЭДД. И вот у нас была секция, проходил, ну, между рядами проходил Феликс Семенович Воройский, который сейчас с нами уже нет, и сказал, Александр Иванович, обрати внимание, люди работают на одном энтузиазме. И, слава Богу, Александр Иванович обратил внимание. Вот, и получились такие проекты. Потому что, поэтому, вот я говорю, я надеюсь, что что-то новенькое и в этот раз образуется, и сможем мы развести по домам новые идеи. Почему ты так и держишься? Да не знаю, спасибо большое. Вопросы, комментарии из зала есть? А так, когда у меня вопросы, комментарии будут. Вот здесь звучало, что вот тут проект нам предлагают отдать полный текст, сделать межвузовскую библиотеку. Да. Тут контент отдать, вот тут мой арокосмический уже соберем, тоже этот контент обьем. А чем вам вопроса недостаточен, который был создан много лет назад? Почему недостаточен? Мы одни из первых вступили в этот проект, отдали свой каталог. Вот вам подможество будет эркосмической вепости. Зачем создавать что-то новое? Вот новую технологию, гармонизировать профили. Это же все будет несумместимым в результате. Нет, это правильно, я с вами согласна. Но на тот момент, когда задумался проект аэрокосмических, во-первых, проходил еще, ведь проект ГПНТБ, он там, ну будем так его называть, да, он в три этапа. И на тот момент проходил только, начинался второй этап. И мы еще не знали, что, ну, насколько там будущее этого проекта, и будет ли там вообще аэрокосмическая тематика представлена в той мере, в которой она нужна нам. Вот, ну и потом, видимо, ну это уже мое личное, конечно, мнение, не знаю, могу я его высказывать или нет, но мне кажется, что здесь еще все-таки мои немножечко проспал вот этот момент. И это же была их идея потом первая. Она от нас, наши директора, как я вот сказала в докладе, у них эта идея витала еще, ну это, наверное, вот, да, год какой был, 2006-2007, да? Вот, а сейчас вот как бы проснулись мои, вот, и каким-то образом вот наша идея, опять же, тут вот она, в этот проект выросла. Вот. Ну, я надеюсь, да, что это попадет на пользу. Но обращаем внимание всех, да, вот, мы просто мало говорим об опыте, но здесь мы видим, какой большой интерес к этому проекту. И сейчас буквально десятки организаций подписываются на Apple и закрывают там свои, свою отчетность и так далее. Да, ну проект действительно, да. Да, ну музыку, там очень много, огромный контент. Поэтому желающим я бы вот предложил еще раз, мы там наведем сейчас порядок, мы оттуда выгоним, значит, плохо предоставлять контент. Вот, и это будет вполне боеспособная электронно-библиотечная система, межвузовская, междисциплинарная, да, которая практически вузам позволит не покупать этот контент на один год, да, а иметь его в постоянном использовании бесплатно. Эта система есть, она работает. Это здорово, да, потому что... Я хотел сказать, что этот проект живой, и там, в общем, достаточно много контента, и за это не надо платить, и там есть система статистики и так далее. Вот, а второй вопрос вы сказали, что вот эксперимент с руком-то, по-моему, был, да, что авторы стали получать отчисления. Можно сказать, в каком объеме стали получать, сколько авторов? Есть такие данные? Нет, я... Нет, ну, конечно, там небольшие отчисления, но вот... Какие, какие, тысячи, ровные... Нет, могу прямо вот сказать конкретную цифру, что за квартал получили, вуз получил, потому что автор, это я уж так вот сказала, да, автор, но вообще, если глубже посмотреть, то авторы писали на деньги вуза, вы знаете, да, поэтому вот вуз получил за квартал 18 тысяч пока. Ну, это только первые шаги, это только первые шаги, вот, это за квартал. Следующий, по-моему, только... Следующий такая сумма тоже, по-моему, нам грозит, или побольше даже чуть-чуть, следующий квартал. Вот. Вообще, основной-то мыслью, я не знаю, донесла я ее или нет, основной моей мыслью было, что при таком вот нашем сейчас тяжелом положении, да, вот и вузовских библиотек, и вообще библиотек, что все-таки объединение, интеграция, и это тот путь, который может нам помочь, и не только выжить, а выжить достойно. Вот так вот. Спасибо, Доктор Николаевич. Спасибо. Спасибо.